движок ребят всем привет вижу короче масло жрет дымит уже скинули гбц головку начали уже принципе разобрали уже основном половину состоянии все грязные ну ничего пока от критичного не видно но мы еще будем разбирать то есть прям такого вот прогара в клапане не видно то есть изувально машину чуть-чуть троил возможно был катушкой то есть возьмут что-то не проверяли ну короче стали разбирать там уж машина жрет масло дымит поршня видать все уже закасованная вся черная будем разбирать смотреть по ходу короче съездили магазин закупили поршню короче решили поменять замерили старую замерили короче все короче вывод пришли такое надо менять поршню ну естественно кольца вообще взяли категории б больше на подходит такого большого гильзы конечно не был там разозор вот такие вот ребят кольца взяли поршневые поршневые кольца там масляно вообще усевшие короче наглухо были компрессионный счет так где-то 50 на 50 вот масло уже заливший короче смотрите друзья вот так свет болтается родной поршни ну кашу люфтит вообще новенький вставляешь вот подобрали прямо люфт минимальный то есть другой категории не надо зачем очень плотно тоже очень плохо то есть достаточно и это все хорошо работает оставляем эту поршню по колечкам а это старое кольцо стоит вот видим до поршневой старый не вру масляное кольцо да это масляное кольцо стоит старое это по жнимое старое кольцо вот это стоит компрессионные новый канал кольцо ну естественно здесь стоит мастер на кольцо видите какой зазор зазор тоже минимальные на новых видеть поршневое кольцо новое зазор минимальный смотреть какие здесь зазор понимать кольцо уже стянутый да и вообще диаметром уже меньше сточился вот так друзья чем в кольце взяли все взяли будем собирать короче мысли посмотреть колпачки и маслосъемные они уже такие дубовые прямо они действительно дубовые не знаю сколько здесь простояли на данном автомобиле видать давно то есть новый колпачок вот прям вот спокойно руками прожимается то есть в эластичный грубо говоря то есть свою работу делать конечно для этого мы нужен колпачок вот взять вот старый колпачков но они уже все еще и страшные и такие многие может много card ладно а вот что они уже не поджимает не эластичный и даже не поражать то есть даже прожмешь они останутся в той форме то есть в обратную форму не вернуть то есть они уже свою работу не делали то есть они не делали свою работу кольца свою работу не делали вот и сказываются кольца, маслосъемное кольцо и колпачки, конечно, они сильно влияют на масло жора и так далее. Здесь уже рисуем, короче, колпанаж, чтобы поучередно повнимали. Рисуем в этих местах специально, рисуем, чтобы когда будем протирать, чтобы не стереть хотя бы ту сторону, потому что там пальцем подгибаешь. Ну, короче, вот, друзья, ладно. Вот поршневая. Ну, состояние поршневой, показать вам. Ну, что тут? Смотрите, если никто не знает, как ставить поршневую, видите ириску? И здесь ириску. Вот эта ириска должна направлена там, где нет номера запчасти, а номер должен быть в обратно. Когда собираете на шатун поршень, это я вам просто на заметку, друзья, запомнили, да? Вот, все просто. Идея ириска, с оборот стороны должен быть номер. Все, собираем и не перепутаем так. То есть, вставляем так. Понятно. Еще есть стрелочка на поршне, друзья. Вот. Это новая поршня. Тут есть стрелочка. Все, есть 82, 0. Категория B, 2. Вот все. С поршней, конечно, все понятно. Поршня не сгибает. Вот. Вот так. Короче, где буквы, цифры, кто-то не знает, мы их умелом пометили. Специально ставим в сторону салона номера. Так, замки смотрят наперед автомобиля. То есть, на будущее кто-то может разбирается, хочется собрать и путается. Вот вам маленький, такая вот, на заметку. Как же замки смотрят вперед. Номера цифр стоят шатун и крышки в сторону машины. По поршню уже воткнули, короче, друзья. Вот. Стрелочка категория 82, 0. Сидит очень плотно, хорошо. Смотрите, как вот выпирают кольца новые. Старый, наверное, я вам показал. Поршни видали, как на старых, вот на новых. Прямо вот так он должен выпирать. Колечки никакие не залипшие, как должны вот на старых, когда вынимаешься. А прямо эти хорошо вот выпирают. Ну, как все и должно быть. Будем собирать дальше. Сейчас у меня здесь, дружище, точит, точит. Садиму воду вручную всегда проходим. Тут поточили уже. Ну, остается вручную немножко догнать. Вот. По низам здесь, что можно сказать, друзья. Ну, не знаю, если уже прям большой износ, все это надо делать. Износа здесь такого критича нет, садиров нет. Клинвал еще походит. Ну, на давление люди не жаловались. То есть, давлением все нормально было. То есть, давление пропадало. Меняем накиды на укладыши. Клинвал ничего не трогаем, оставляем. Вот. Воткнули поршню. Вот. Две прикрутил, короче. Две еще осталось. Ну, наверное, люди понимают, что не может все четыре смотреть кверху, наверное. Вот. Будем собирать потихоньку. Мыть еще очень много. По гидроку мы тоже подписали, чтобы, конечно, и вообще советую запчасти подписывать, которую вынимаем, чтобы мы знаем, что стоит в то место. При сборке что-то, ребята, это осталось два кладыша. Не знаю почему. Откуда и куда. Лишнее, наверное. Что-то я их не посчитал. Более всего поставил. Ладно, шучу, друзья. Еще просто я, как вам сказал, что два не закручено. Сейчас буду закручивать. Вот. Кладыши стандарт. Есть стандарт. На них ничего не написано. Только значок жигули, грубо говоря. Никаких размеров. Если там 0,5 уже, это уже значит ремонт. Вручную дошкуриваем, короче, клапана. Ну, в принципе, шатуны все прокрутили. Кладыши поставили. Прокладку накинули. Вставим ГБЦ, в принципе. Ну и собираем дальше. По ГБЦ, давайте по ГБЦ. Пластинку распредвала клеить вот со шприца герметиком. Да, можно там хорошим герметиком пройти. Ну, вообще советую. Советую, вернее, все по совету. Конечно, специально есть герметик, который растворяется в масле. Вот в масле со шприца, во-первых, и слой меньший. Короче, будет лучше. Вот. Пластину подготовим. Вот. Здесь каналы, где масло течет. Если обратить внимание, вот сейчас сняли, вот даже вот эти следы остались. Это от масла. Вот они проходили. Смотрите, как вот было. Вот видите, темные места вот эти. Вот они темные. Вот здесь проходило как раз масло. То есть с каналов пропускало масло. То есть вот эти все темные места пропускало масло. Ну, естественно, если промывало эти места, давление терялось. Может, не критично, но оно терялось. То есть... Так. ГБЦ, короче, друзья. Сейчас будем полностью собирать. Мы ее притянули. Вот. Кто не знает по поводу распредвалов. Смотрите, этот впускной. Видите? Две риски. Впуск. Раз риск. Здесь одна риск. Это выпуск. Кто-то путается. Да, если и даже номера. Вот здесь 15, здесь 14. То есть на выпуске 0,4, вернее. 0,4, а здесь 0,15, что ли? Ну, ладно. Неважно эти номера. Смотрите. Все понятно. Главный риск. Все по риске. Смотрите. Вот. Здесь две риски. Это впуск. Вот они. Раз, два. Две риски. Это впуск. Одна риска. Видно, да? Это выпуск. Наверное, все. Не надо даже четкие номера смотреть. Не париться. Как вам показать? Вот разница. Видите? Две риски. Пуск. Одна. Выпуск. Вот так, друзья, короче, нанесли этот герметик с шприца. Ну, столько осталось. Все по-разному наносят. Я наношу на все, чем попало. То есть наверняка. Вот. Нам были здесь вот, друзья. Нам были сейчас крышки. Бензинчик заправленный. Сейчас вот ходит специалист. Что-то думает. Здесь у нас склад запчастей. Прямо на коврике. Ну, вот. Герметик вот так у нас по выходил. Он смывается масло. Масло растворяется. Ничего не забивает. То есть хороший герметик. Всем советую. Пластинный распредвал именно со шприца. Вот. Проблема с роликом, друзья. Не закончился у нас ремонт на том, что нужно покупать ролик. Короче, шумит, друзья. Не будем такие ролики считать. Ролик купили. Героям надели. В принципе, мотор завелся. Мотор работает. Выкрутили свечи. Выкрутили. Почему выкрутили свечи? Потому что будем мерить компрессию. Сразу не стали мерить. Потому что все равно кольца были смазаны маслом. Будет все равно завышенное давление. То есть, подождали этот момент. Поработал движок где-то, в общем, наверное, минут 30. То есть, проводка здесь, конечно, ужасная еще. То есть, все перемотанное. Сейчас будем замерять, короче, компрессию. Ну, давай. Ну, давай еще покачаем. Он качает еще. Ну, чуть-чуть. Помазка, что-то он качает. Что-то там. Короче, друзья. Компрессия 14 во всех коржках. В принципе, все нормально. Компрессия пойдет для жигулей. Ну, по крайней мере, все нормально работает пока. Кажется, компрессия хорошая. Ну, давайте немножко я вам расскажу про двигатель. Вот, смотрите. Когда собираете двигатель, вы его, это, когда вы собрали, поменяли кольца, поменяли все. Не надо его сразу там завать на нем, там давать газу. Первый запуск минуту, даже 30 секунд. Второй две минуты, третий пять минут. Больше, как сказать, больше 90 градусов вообще не греем. Итак, чем больше, чем лучше циркулов делать. Если увидите, что у вас идет дымок, это у вас просто выгорает. То есть, сейчас на немножко поработал уже полчасика, 40 минут где-то. В общем, ну, уже и все прекратилось. Сначала первый запах, все равно выгорало все масло, которое смазывали кольца. Да и вообще все выгорает. Ну, и, естественно, сам движок тоже не будет дымить, там уж перчатки заляпаете. Здесь пролете, пока коллектор выгорит весь. Вот как-то так, друзья. Не надо там сразу собрал и сразу в топку с буксовкой. Это не надо. Все делаем плавно, не даем движку сильно нагреться. То есть, если нагревается, лучше заглушить, пускай остынет. Включаем принужденно вентилятор, чтобы работал, перчатку на второе деление. И чем больше, чем лучше на холостом ходу катаем. Ну, теперь давайте немножко кратко. Как это все делается? Просто с поддона откручиваем гайку, сливаем масло, откручиваем фильтр, снимаем поддон. После поддона снимаем, конечно, сетозаборник. Он нам будет мешать. Держится всего лишь на трех виндах. Все очень просто. Не забываем слить еще антифрис, не только с радиатора, но и с блока. Снимаем пускной паук, коллектор пускной. Снимаем крышку клапанов. То есть, вот так вам кратенько скажу. Потом постель идет. Откручиваем постель, звездочки туда-сюда. Вынимаем распредвалы. Убираем распредвалы. Отличаются пускной выпуск, но пуском два и риски. Все понятно. Снимаем ГБЦ, моем. Мыть кажется леком, на самом деле не так. Теперь мы видим все клапана в каком состоянии. Ну и, конечно, и поршню в каком состоянии. Теперь можно заняться ГБЦ. Грубо говоря, ее отмыть. Потом протереть клапана. Здесь надо заменить. Колпачки мы отъемно меняем по-любому. Потом откручиваем шатун снизу с поддона. Вынимаем поршень. Вынимаем с поршня стопорные колечки. Потом вынимаем палец. Меняем поршню. Меняется поршня. Вот видите, ирисочка отмечена. Здесь я фотку подал. С другой стороны номер шел, был в обратную сторону. Все. На поршне тоже есть стрелочки. Колечки вот так раздвигаем, как вот на рисунке есть. Самок смотрит замку. Цифры смотрят в сторону салона. Вставляем поршню. Аккуратненько съемником забиваем. Ребята, это я вам так вот аккуратненько рассказал про ремонт данного автомобиля. На этом всем пока. Обязательно подпишитесь. Ну, конечно, до новых встреч, друзья. Всем пока. Ну, конечно, я буду ждать от вас критики по ремонту. Вообще, очень рад, друзья. Пишите, как вы делаете. Вообще, пишите комментарии. Критика тоже приветствуется. Ну, ладно, друзья. Пока. Пока.